Какая грязь, какая жесть, офигеть! Смотри, голубую ель не руби, за голубую ель по шапке полуешь. Что уже у нас есть под титановый слиток? Фантастический кевларовый сет. Не, неправильно, толстый сосущий патруль. Ну, в смысле, вампир, да? Так, аккуратненько, аккуратненько, рукожопа не включаем. Вот так, хорошо. Блин, пряник, ты меня бесит. Ты почему чистый, а? Все говно собрал, пока сюда доехал. Смотри, какой чистенький, о! Прям блинский, ну молодец, молодец. Грязный пряник, это хорошо. Поехали, да? Дел у нас дофига. Чем дальше в лес, тем больше дров. Так, стоять. Стоять, муадемуазель. Стоять, муадемуазель. Лес там. Не нужен нам лес. Нам пещеры подавай. О, кстати, а вдруг там какие-нибудь интересные пацаны будут. О чем вообще? О, печки не работают, да вы издеваетесь. Заряжаем печушечки, заряжаем, елы-палы. Пускай все плавится. Я не знаю, что потребуется. А вдруг этот рецепт изменят? А, смотри, какой титановый слиток. Фантастика. Вольфрамовый. А вдруг вот здесь, вместо алюминия, да, нужна будет сталь. Или вместо меди нужна будет сталь. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди. О чем речь? Давай посмотрим. Пещеры таят разные сокровища. Самый интересный вопрос. Какие? Скоро узнаете. Хо-хо, друзья. Какая грязь. Какая жесть. Жесть. Офигеть. Сколько мы уже узнали информации о новом обновлении? Я не знаю. Слушай. Ну, это титан или вольфрам. Ну, правильно? Нет. Может быть, это просто какой-то сюжет будет. Парам-пам-пам. Но все-таки остается возможность, что мы начнем добывать титан или вольфрам. Я не знаю. Это очень круто. Внесут ли какие-то новые пушки нам в игру? Фиг знает. Может быть. Почему нет? Нет, если внесут такой металл. Остается только ждать, что уже у нас есть под титановый слиток. Фантастический кевларовый сет. Вот честно тебе скажу, да пофигу вообще. Не, классный челик в нем выглядит. Это действительно самый классный сет, да? Мы в нем прям вообще терминатор. Ну-ну-ну. Вот как по мне. И чё? И чё? Да мы с тобой вот как бомжи бегаем. Нам вообще в порядке, да? Вещей. Всё нормально. А вот если какая-то новая рушка... Ну и давай разберем подробно всё-таки в ролике, где доставать все виды металлов, которые у нас уже присутствуют в игре. А у нас присутствует алюминий, железо, медь и сталь. Сталь ты видишь на своих глазах, где доставать. Улучшенная плавильня. Берёшь и плавишь. Собственно, все три вида металла и деревесный уголь, да? Получаются такие замечательные стальные слидки. Железо и алюминий и медь плавятся в обычной печушке. Железо из железной руды и из металлолома. И то и другое достается достаточно легко. Алюминий плавится из проволоки и боксита. Сразу тебе предупреждаю. Из боксита не плавь. Почему? Ну очень тяжко плавиться и долго. А вот этого говнища алюминиевой... Почему? Ну ты блинчики надоела она. У меня алюминиевая проволока везде по дому, понимаешь? Я просыпаюсь с утра в трусишках ногой. И опять проволока алюминиевая. Она везде, понимаешь? Если пройтись по моим ящикам, везде нашвырена эта грёбаная проволока. Бомби альфу и будет тебе эта алюминиевая проволока. Вот. А медь. Медь из медной руды тоже не плавь. И ты скажешь, и что, и где доставать медь? Я тебе сейчас покажу. Я тебе покажу самый лучший способ для того, чтобы плавить грёбаную медь. Откуда, откуда, откуда? Откуда металлолом? Металлолом мы везде-везде лутаем, короче говоря. Ну давай сразу пройдёмся. Во-первых, ты напрямую можешь сталь достать, да? Ну если без загонов каких-то там... Ничего себе, ты колёса вездехода развалил. Я его пытаюсь собрать. Вот эти колёсики. Вот это вот ерунда. Она тебе постоянно падает. Везде-везде. А вот твоя медь. Станок переработки. Я не шучу. Вот отсюда доставать медь. И отсюда же доставать железо. Металлолома будет немерено. Медных слитков. Лучший вариант, когда, значит, мне падало... Мне падало около 7-8 слитков со стака батареек. Стак батарейки достаются у нас в бункере Альфа. Это реально очень круто. Ну а вот она, да, напрямую сталь, короче говоря. Я не знаю, слушай. Вот раз сталь, два сталь, три сталь. Она реально тоже достается отсюда. Но-но-но. Лучше вот так вот. Начинаем бомбить прямо сейчас наши с тобой батарейки. Потому что, ну а вдруг, там этот сплав грёбаный, да, и как-нибудь сделают, и он будет нужен. Как бы, я продолжаю по чуть-чуть. Ну ты понял, да? Дубы бомбить. Ясень бомбить. Бомбить, значит, эту штуку. По-хорошему, бункер Браво надо зачищать и болото, да? Почему? Ну потому что, блин. Железо тоже копим. Да, это так будоражит. Слушай, такие новости у нас фантастические, эпические, да? Ну это действительно классные новости. Ну вот, собственно, да. Железная руда, это нормально. Вот это полный отстой. Вот это нормально. Понял что, да? Беспредел, блин. Куда девать вот это вот овно? Боксид и же медную руду, если не плавить из них металла. Да отдавай этим бомжам, которые рядом у тебя тусуются тут на базе. Каким? Ну тут у нас одни бомжи, других нету. Ё-моё. Эти, как их там? Типа рейдеры, да? Есть рейдеры, а есть типа рейдеры. Вот. Вот они, типа рейдеры. Здравствуйте, бомжи. Пойдём дальше. В общем, ты понял, где доставать медь, где доставать железо. Алюминиевые шоколадки. Это плавить надо просто вот эту штуку. Она горит в 500 миллионов раз быстрее, чем, чем, чем. Чтобы процесс не останавливался, тебе нужен уголь. Соответственно, здесь ты морковку не плавишь. Здесь ты плавишь без конца грёбаный уголь. Прям без остановок. Здесь в камине, фантастическом, можно делать древесный уголь. И причём вот так правильно его делать, да? Ну, 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 в смысле уголь тоже можно делать, но из простых сосновых брёвен. Это фантастический камин, думаю, скоро будет тебе доступен, бро. Реально. И он очень хорошо участвует в процессе, значит, переплавки металлов. Ну, без него не то, что никуда. Но, блин, не хватать тебе будет угля, если печки будут работать без остановок. А печки должны работать без остановок. Согласись, если ты согласен. Оцени ролик лайком. Чё ты лайки выпрашиваешь? Нет, просто в тему так красиво попалась, да? Ну, печка должна работать, ну, согласитесь, друзья. Так, ладно, идём дальше. Где всё этот беспредел? Блин, ну да. Где этот? Не так много, короче. Где весь этот беспредел доставать? Мы сейчас с тобой прокатимся. Давай я быстренько прикинусь. Вот уже, да, прикинусь. Конечно, одеваем потеплей нашего мужчинку. Берём вот такие вот железные кирки. Мы отправляемся в холодные края. Я покажу тебе, что это полный отстой. Не повторяй этого. Иди в бункер Альфа, а не в холодные края. Там всё. А вот это вот, смотри, оно как бы это. Китайская подделка, короче. Вот этот шерстяной свитер, он не шерстяной. В нём будешь замерзать вообще просто, просто жесть. Одевай, значит, нормальный вот такой сетик. Если ты отправляешься за, 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 за медной рудой и бокситом. Ну вот как бы, да, вот как бы вот. Вот смотри, если вот это перерабатывать, я столько меди достану отсюда, что просто мрак. Но останавливаться на этом не надо. Друзья, ну что, мы готовы. Ещё ты можешь, значит, взять вот такой алкоголь, да, и им тоже хорошо будешь согреваться. Если у тебя говёный сет. И обычные деревяшечки. Деревяшечки обычные бери, и они тоже будут тебя греть. Там есть много костров. Ещё, когда ты идёшь в зимние локации, есть смысл взять с собой, значит, верного друга. Это как бункер Браво, четвёртый этаж, да, где используем верного друга. Бункер Браво, четвёртый этаж, и зимние локации. Так, конечно, перед дальней дорожкой надо обязательно сходить. Единственное, вот этот мохнатый сет сними. Сними обязательно. Посмотри. Ну-ка. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, дружище, блин, вот этот мех, который торчит, да, ты посмотри, что замарались. Фу, а запах какой. Ну ничего, сейчас обседло пряника вытрем. Хорошо. Вот так вот, вперёд-назад. Елозим, елозим ногами, елозим. Чик, чик, чик. Не-не, конечно, я не поеду на нём. Ну ты что, не-не-не-не. Я буду ехать вот с этим вот запахом, значит, интересным. Вот, у меня чёрный сноубайк. Да ладно, нафиг. Берём сноубайк, поехали. Вот хороший способ, откуда ты достанешь свою медь и алюминий. Лучший способ. Он намного быстрее, чем вот эта вот ерунда. Ну, серьёзно. Блин, развал через батарейки. Но если ты хочешь совсем быстро делать этот металл, да, к чему вообще это? Возможно, он будет участвовать у нас, друзья, скоро в производстве титана, либо вольфрама, да, вольфрамовые слитки. Вот, возможно, возможно. Это не точно, но пещера очень интересная. Морозная глушь, морозная глушь. Значит, здесь мужчины, сотущие организмы, вот эти вампиры, да, тусуются. А вот это та самая наша медь, блинчики. Ай, хорошо, да? Ты мог видеть. Нет, ты не мог видеть. Ты мог видеть её. Опачки! Нифига себе, почему за раз-две? Опять же, повторюсь, да. Ты уж не обижайся на меня, но я повторюсь. Вот это вообще всё лишняя ерунда. Добытчик. У вас есть 20% шанс получить дополнительную руду при добыче меди. Слушай, если с обновлением добавили бы ещё пару левелов, да, ну, левела до 250-го качаться, до пару скиллов, ой, блин, было бы вообще фантастически. А где тут берётся боксит? А прямо вот из этих залеж. И, кстати, дубы, когда будешь бомбить, да, там тоже бомбится бокситик. Прямо вот это, оп, боксит добавили, понял, да? То есть, едешь в зиму и всё. Также здесь, кстати, можно найти хаски, не хаски. Слушай, локация, честно, мне симпатичная. Друзья, всех с наступающим, это классно. Ну-ну-ну, она абсолютно бесполезная в игре. Ну вот разве что, что хаски здесь брать, да? Вот как бы больше я не вижу вообще смысла. Вот это овно ты рейдерам будешь отдавать. Вот это вот овнище рейдерам отдавать, бомжам этим. Мы не будем это плавить. Ну, я точно не буду. Я проверял. У меня килограмм угля ушёл, чтобы выплавить один вонючий слиток. Я думаю, ёлки-палки, ребят. Да я, блин, обанкрочусь на угле. Пока буду плавить вашу шляпу эту. Так, лисы-ма-лисы, лисы-ма-лисы. У меня мужчина. Мужчина, вам холодно? Вы же окоченевший. Держи, дружище. Гори. Ну, Альфа. Молодец, девочка, молодец. Закусала. Не, ну долго. А чё я мо... Блиночки, ладно, у нас есть более хороший разогрев. Давай отметим это безобразие. Альфа всё-таки работает, да? По цели красиво. Гори-гори, ясно, дружище, чтобы не погасло ничего в твоей голове. Здесь прикольно локация сделана. То есть то, что здесь патрули ходят. Толстый патруль, я называю. Не, неправильно. Толстый сосущий патруль. Ну, в смысле, вампир, да? Сосущий кровь. Они, видишь, такие ходят, патрулируют. Места огоньков проверяют. А что у нас, кстати, на Новый год-то ещё будет? Блинский. У нас бешеный Санта этот будет ненормальный, да? Не, неадекватный. Ой, вообще классно. Трубу тебе в голову. О-о-о, мустина, мустина, мустина. Ну, как бы да. Если трубу словил, согласен. Вот, потухший костёр. Спокойно берёшь бомж топор, рубишь шляпу и разжигаешь кострище. Если говорить прям серьёзно, да? Серьёзный, так сказать, подход. Смотри, голубую ель не руби. За голубую ель по шапке получишь. Хорошо? И всё, и греемте. Можно вообще хоть в трусишках. Вот так вот, да? Хорошо. Ой, блиночки, нормально. Альфа, ну как тебе, нормально? Зима, да? Ой, молодец. Тише, 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 тише. Отойди, отойди. Ну, блин, женщина, ну ты что? Да, я понимаю, тебе кайфово. Ну, не надо, не надо. Ты же это, блин. Я тебя потом не потушу. Чем тут тушить? Где? Сколько? Как её здесь бомбить, если ты всё-таки отважишься на эту грёбаную медь? Ну, я тебя призываю, остановись, не делая этого. А, значит, в бункер альфа идём. Бункер альфа. Бегать надо из красной локации в оранжевую. Серьёзно. Не надо только красную бомбить. На оранжевой локации ты даже больше будешь меди поднимать, мы это давно экспериментировали. Я могу вообще в драки не вступать. Я могу красиво по стелсу носиться. Красиво стелсить, да? И по окраинам бомбить медь. А, методика всё та же. Вот так вот размножаем. Тебе надо хотя бы одну единичку меди, да? Допустим, давай удалим вот эту шляпу, чтобы она нас не парила. И включаем авторежим. Ты что, неадекватный, что ли? А что ты рубишь её? Я понять могу. А, потому что бокситик, да, у меня? Так, давай вот так. Памс, всё, мы пошли. Ртом вперёд. Ты что, блин? Здесь, кстати, да, топор не обязательно. Я забыл совсем. Здесь такие палки из земли торчат. Ненормальные. Вот теперь ртом вперёд на медь. Ну, ты эту методу знаешь, да? Мы уже с тобой не первый день в последнем дне на земле, поэтому я испугался, думал, это этот сосущий негодяй. Это обычный токсичный парень. Оп, хорошо, да? И мы её нашли на авторежиме. Ну, шикарно, шикарно. Ну, как бы да. И потом, когда ты её тут всю забомбишь, сколько залежь? Я, честно, не помню. Ну, что-то типа максимум пять, что ли. Идём в оранжевую локацию. Там ненамного меньше будет этой медной руды. О, какой ящик интересный. Да отвали ты, дружище. Тут такой ящик интересный. Ну, давай, давай, давай. Хдыдыщ. Ну, как бы да, не удивили. Нас вообще с тобой очень сложно удивить, да? Вот об этом-то и речь. И с чего ящик? Ой, вообще ничего себе, ажиотаж какой. Раскидали, разбросали. Как будто самолёт пролетел и разбомбили его, да? Пластик уберём, пружинку возьмём. И резиночку возьмём. Там чё нет? Так, са... Тише, тише. Блин, рано авто включил, да? Не отпускай автоматику, рано. Блински. Рыжик не это. Не, не, рыжик не... Тише. Не нравится. Смотри, какой, да, у нас кот рыжий. Ты посмотри лучше, в чём, блин, хозяин твой. Как ты думаешь, откуда у меня такие интересные вещи? Лисы? Нет. Нет. Просто перед тобой, рыжик, было ещё десять рыжиков. И все не могли помолчать, когда их просили. Поэтому давай не мявкай мне. Пойдёшь на шапку, блин. Всё, ваш инвентарь полон. Сколько было залеж? Фиг их знает, да? Здесь железо и то ценнее, чем эта медь. Честное слово. Ну и всё, и убегаем. Теперь из этой бежим в эту обязательно. Лисистое пригорье. И понад кромкой карты не забегаем вовнутрь, да? Бомбим эту грёбаную медь. Даже в трусах можно бомбить её. Честное слово. Ну и бокси, да, я тебе уже показал. Но это всё полная фигня. Друзья, с вами был Харди. Мы продолжаем ожидать эту обновлению, обнову фантастическую. И, кстати, да, я продолжаю по чуть-чуть теперь бомбить у меня ещё кратер, да? А вдруг? Ну, в обновление, мне кажется, кратер не войдёт. Нам просто сообщили, что его пилят, да? Что город за стеной пилят дальше. Но будет ли это всё одна большая обнова? Если да, это будет вообще фантастика. В общем, удачи тебе. Готовимся, готовимся к Титану, к Вольфраму. Через бункер Альфа. Не через вот эту отстойную зимнюю локацию. Подписывайтесь на канал, видосы выходят каждый день. Ну и, конечно, оцени ролик Лукса. Пока-пока.